Смотрите, что у нас получилось. Как домик, да? Произведение суммы и счастного. К правильному коллективному ответу второй А пришел самостоятельно. На это понадобилась пара минут мозгового штурма и наводящие вопросы учителя. Второклашки очень активны, желающих ответить масса. Они всегда такие живые, необычные. И когда с ними начинаешь работать, становишься моложе. Потому что они не дают стареть. Это постоянно что-то необычное. В пединститут Ирина Владимировна пошла по стопам бабушки и дедушки. И стала достойным продолжателем династии. Второй год обучения подходит к концу. Моя дочь, например, ни разу не сказала, что ей не хочется идти в школу. Это, мне кажется, самое главное, потому что первая учительница запоминается на всю жизнь. Через кабинет второй Б-класс. У них сейчас тоже математика. Урок начался с проверки домашнего задания. В том, что именно этот сложный предмет большинство второклашек назвали самым любимым, несомненная заслуга учителя. Мой любимый урок – это математика, потому что там очень интересно решать примеры. Задачи такие легкие, бывают трудные, порешать можно. Здесь интересные уроки. Иногда получаю что-то новое, знаю. А иногда бывает то, что это я уже знал. Первый этап конкурса «Золотая тысяча» был заочным. Учителя представляли свои достижения за пять лет. Но сложнее всего, признаются победители, было наглядно продемонстрировать свои приемы и методы на мастер-классе для соперников коллег. А самыми первыми учениками Юлии Витальевны были игрушки. А в профессию я, наверное, пришла уже очень давно, когда было мне лет пять. Я, наверное, рассаживала кукол перед диваном и учила их. И вот, наверное, вот эта мечта, она через всю свою жизнь прошла. Сразу два золотых победителя для школы большой плюс, говорят коллеги. За каждым призом упорный труд и желание не только учить, но и учиться самим. Новаторы, учительницы, обе большие умницы. Мы даже, можно сказать, что счастливы. От московских организаторов конкурса победители получили приз – 200 тысяч рублей. А всего в тысячу лучших учителей России в этом году вошли 9 педагогов из Вологодской области.